А как вы думаете, кто-то красит хорошо, а кто-то красит лепикак? Много людей, много людей в городе Магнитогорске, которые вам могут предложить восстановление вашего автомобиля. Их очень много. Теперь вопрос. Вопрос о чем? Когда мы начали ездить на автомобиле, и что это такое? Так вот, когда мы начали автомобилить, и когда машины перестали быть роскошью. Не так уж и давно, если честно. Ну, примерно 15 лет назад. Лучше 10 лет назад, когда начали всем выдаваться автомобильные кредиты, и все могли себе купить автомобили. То есть теперь все ездят. Сколько автомобильных сервисов? Как у дурака Махурки. Очень-очень много, везде и всюду что-то делают. Но я задаю один маленький вопрос. Один маленький и, в принципе, правильный вопрос. Я ездил как-то на своем автомобильчике. Вот, и у меня в Турции ступичный подшипник накрылся целиком, полностью. Я подумал, что я там взвистну где-то примерно на полмесяца. Пока придет, пока поставим, и то, и другое, и пятое, и десятое. Но, как оказалось, за 6 часов мне весь эту штуку поменяли целиком. Нормально. То есть, о чем мы сейчас говорим? О том, что и Турция, и все остальные страны, в них автомобиль никогда не был средством роскоши. Они как работали, как с ними беседовали, и они постоянно работают и делают. И машина для них это то же самое, что для нас автомобиль. Естественно, там уровень сервиса – это просто кошмар. Почему мы вернулись сюда, на Суриково 11? Потому что здесь есть человек, он, кстати, моложе, чем я. Но, в отличие от меня, я получил два образования высших. То есть, первоначально я получил образование в качестве инженера-металлурга, теплоэнергетиком. А второй раз вместе с супругой я получил другое обучение в педагогическом институте. То есть, как-то так получилось. Ну, там еще отдельные тараканы были. Так вот, нет, этот человек работает и работает правильно. Он объясняет и красит все это дело, делает это все дело грамотно. И где он работает? Он работает в клубе «Феникс», здесь, на Суриково 11. Вы хотите поучаствовать в приготовлении кухни автостопа? Так и делайте это! Суть событий проста. Люди вас смотрят и видят ваш результат. К слову, о участии. Это участие не вызовет у вас денежных отношений. Потому что я коллекционирую автомобили. Хорошо и грамотно покрасили, и вот вы и в теме. Про вас говорит автостоп. Как и про деятельность клуба «Феникс». Клуба, в котором мои автомобили и восстанавливаются. И даже если вы и хотите поехать в другое место, то по сути событий, я бы вам посоветовал заехать сюда. По одной простой причине. Мы берем машину только по конкретному мастеру. Работаем вдвоем, я и Андрей. То есть, ремонтирует машину, я занимаюсь только ей. Я не беру еще там себе горы машин. А человеку говорю, допустим, подъехать, когда ему там удобно, на следующей неделе. Договоримся на время. То есть, я эту машину четко сделал к этому времени. Взялся другую. Только так мы и работаем. Поэтому я не вижу здесь такого количества машин. Все ваши машины стоят здесь. Это хорошо. Теперь вопрос другой. Все-таки вы являетесь специалистом. Причем специалистом, обладающий весьма интересными знаниями. Какие у вас знания? Ну, я еще в Советском Союзе родился. Поэтому воспитывали нас в свое время бесплатно. И успел поучиться. Я выучился на инженера-электронщика. Ну, правда, еще до прошлого века электронщика. Когда были ламповые телевизоры. Выучился на газо-электронщика. И получил юридическое образование высшее. То есть, мы о чем говорим? То есть, с газовой сваркой у вас вообще проблем не существует, правильно? Ну, со сваркой, в принципе, любой проблем не существует, да. Кроме всего прочего, вы машины не лепите. Потому что я все машины делал у вас. Я все машины делал у вас. Я не видел еще ни разу, что у меня что-то дело отвалилось. То есть, процедуры лепнины, вот это вот. То, что люди чем занимаются. Их очень большое количество. В том числе, гостей из-за рубежа. Вот они лепниной занимаются. Да, кстати, гости из-за рубежа и любят. Церетели. Видимо, это их не кумир. Лепят очень много и очень толстенько. Неплохо, красиво. Но это все отваливается. Рано или поздно? Да, рано или поздно все отвалится. Потому что предельная толщина есть у каждой модели шпаклевки. Теперь другой вопрос. Раз вы юрист, такое сейчас случается, что человек попал в трудительную ситуацию. Не понимает, о чем речь идет. Его начинают по нему проезжать. В том числе проезжают и страховые агенты. Как сделать правильно? Вы это можете человеку предоставить? Да, конечно, своим клиентам, которые ко мне обращаются. Прямо с самого момента несчастья, ДТП. Я подъезжаю на место, консультирую по всем вопросам. Не только ремонта, но и как поступить даже в дальнейших каких-то судебных тяжбах. И в случае о том, о чем мы сейчас говорим. Почему у вас все-таки цены ниже и дешевле, чем в дилерских центрах? Просто объясните. Ну, мы небольшой частный просто автосервис. Где работаем напрямую. Нет у нас лишних людей, директоров нету, бухгалтеры нету никакой. То есть работаю я и мой напарник. И, соответственно, мы лишних людей никого не кормим. То есть мы говорим о том, что, допустим, если вы обратились в дилерский центр, вы кормите директора, бухгалтеров, кладовщиков, того, кто делает вам краску и всех остальных. То есть, по сути, мы о чем сейчас говорим. Дилерские центры, они зарабатывают не на продаже машин. Они зарабатывают на чуть-чуть на другом. Ну да, уже все автопроизводители поняли, что очень выгодно продавать запчасти. Поэтому автомобили стали делать намного хуже. Уже, я думаю, многие обратили внимание, что автомобили 90-х годов, они до сих пор ездят. А уже 2000-х что-то уже в утиль пошли. И дилерские центры как раз этим и зарабатывают. Что их бесконечно нужно ремонтировать. Ну, соответственно, что такое дилерский центр? Это куча рекламы, это франшиза, это все что угодно, за что нужно платить. Платят, конечно, потребители за это. Наконец-таки вы это все объяснили. Ну, думаю, да. Доступным языком. К слову, и как вы понимаете, машин-то нет, чужих машин. Все делается быстро и круто. И вот вам мой неоднократный совет. Вы можете купить и новый автомобиль, и автомобиль БУ. Главное, чтобы он работал круто. А лоск навести и не задорого вам поможет клуб «Феникс», который располагается на Сурикова-11. И почему сюда необходимо приехать? Ну, пункт номер один. За моей спиной есть машины, но не в том количестве, в котором они в других центрах. Где, по сути, вы свою машину можете отдать и ничего не получить взамен. Это, к слову, от тех, кто свою машину отдает и получает деньги либо по Каско, либо по ОСАГО. По одной простой причине. Все эти деньги забирают себе тот самый сервис. Нормально, да? Нормально. И даже, возможно, напряжение в случае с ОСАГО. Потому что такое бывает. Потому что страховые агенты, они своеобразные товарищи реальности. Вот это честно, своеобразные товарищи. Потому что сумму, которую они вам оценивают, это 30% от той стоимости. Там у них мощная структура, и они ваши деньги в суде отрабатывают. Но все эти деньги они забирают, 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 забирают. Теперь вопрос. Почему там все это дело строится? Ну, естественно, ваши деньги чего же еще не построятся. То есть мы о чем сейчас говорим? Количество работы и качество работы. Ну, а теперь мы еще и о другом поговорим. То бишь, авария случается, да? И в любой аварии есть пострадавший, а есть человек, который это дело и совершил. Человек, который это дело совершил, что он хочет? Он хочет восстановить свою машину быстро, качественно и незадорого. Этот вопрос. И этот вопрос делается здесь, на Сурикове 1. Приезжайте, делайте. Да, конечно, вы попадете на деньги, но не такие большие. Вот. Потому что все остальное застрахует вам ОСАГО. В смысле, каска. Ну, да ладно. Не в том суть дела. Но и даже тот, кто имеет голову, он может понять результат. То есть почему вы не идете в суд? В принципе, никаких проблем особых нет. Пришли в суд и начинаете наезжать. Что, ребята, а в чем проблема? Машина была в идеальном состоянии. Почему вот такие суммы какие-то странные? Естественно, у нас суды очень хорошие. Я вам честно говорю, я посудился. И поэтому мне сейчас не выдают кредит. Опа-на! Все прекрасно понимают, что лучше мне кредита не выдавать. Я по суду возмещу свои ущербы. Понимаете? То есть не каждый же из вас пойдет в суд. А я говорю, идите в суд и доказывайте, что вы были правы, что они были не правы. Понимаете? Да, будет красиво. Вы это дело объясните. И вы заберете свои деньги. И даже если это будет каска. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...